Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня уже 4 октября, но у меня еще есть несколько сортов томатов, которые я вам могу показать. Это новинки, и с которыми хочу вас познакомить обязательно. Вот сегодня я покажу вам два сорта томатов, которые, ну они оба мне понравились в этом году, но они совершенно разные и по форме, и по цвету, и по вкусу, и по характеристикам. Но оба замечательные, и я их оставлю на будущий год оба. Один экзотический, другой рабочая лошадка. Вот начну с рабочей лошадки. Как я уже вам обещала, познакомлю вас с дальневосточными томатами, гости с Дальнего Востока. Эти томаты открыла для меня, ну, тоже зрительница Вера Рязанова, которая прислала мне прям вот пачки, не свои семена собранные, а пачки из предприятия. Там какая-то опытная станция на Дальнем Востоке, я уже точно не помню, 2 года назад она прислала. Я в прошлом году выращивала, и нынче. Вот этот сорт саммит, который я добавила в самую последнюю очередь, номер 289 в каталоге, я вам сейчас расскажу, почему он понравился мне, что это за томат, и тут дело, знаете, в чем? Что мы вот, кто проживает в разных регионах, в таких далеких друг от друга, сейчас, подождите, маленько настрою, у нас, для нас вот этот томат редкий, потому что у нас в торговле больше всего вот эти фирмы Сибирские, Сибирский сад, там Семена, Алтая, все. И мы как бы законсервированы в своем регионе, у нас или импортные гибриды, или сибирские. А вот эти, которые прислала с Дальнего Востока, я даже названия такие не видела, она мне прислала Саммит, потом этот Хабаровский, Топтышка, ну вот эти именно специфические, такие дальневосточные томаты, у них же там тоже суровый климат, и я решила посмотреть, подходят ли они нам, и вот сейчас со всеми сортами буду зимой вас знакомить, сейчас расскажу про Саммит, расскажу про него, потому что он у меня есть в реальном виде, вот что это за томат, вот это та самая рабочая лошадка, как у нас есть зрительница Надежда Красикова, она говорит, нам только рабочие лошадки нужны, это не экзотика, но для меня, для сибирского региона, он редкий, потому что, повторяю еще раз, к нам нет вот этих поступлений, например, с Дальнего Востока, я даже ни разу не слышала названия, Саммит, там есть еще какой-то Уссуриец, еще что-то, ну, короче, начнем про Саммит. Это детерминатный, он высокий, не вырастает, 80 сантиметров, 1 метр, но при этом он такой мощный, крепкий куст, он не ранний, среднеспелый, ну, 105-110 дней написано от производителя в кистях, по 3, по 8, через 1-2 листа расположены. Цветы не склонны вот к махровости, плоды всегда получаются ровненькие, красивые, не бывает ни уродливых, ни треснутых. В прошлом году я как, я его испытала со всех сторон, ну, как испытала, я делаю так, если мне присылают новинку. Первый год у меня, он у меня даже иногда и в каталог томат не попадает, вот в прошлом году. Первый год я высаживаю всего один кустик для того, чтобы посмотреть форму, цвет, понравится мне или не понравится. В прошлом году, когда я посадила сам этот один кустик, мне понравилась и форма, мне понравился и цвет, и куст, и урожайность, все-все понравилось. И вот в этом году я его, когда высадила, я уже начала его испытывать глубже. Дальше, как он хранится, как он дозаривается, как он долго лежит. И сняла с куста, сейчас продвинемся, покажу вот последние. Вот эти томаты были сняты зелеными, спелые у меня давно уже, я на семена использовала, все на заготовке. Вот эти томаты были сняты зелеными, ясно, что сегодня 4 октября, в огороде уже ничего нет, они месяц у меня лежали. И сейчас для того, чтобы подтвердить свои слова, мы дальше продвинемся. Когда я спелые в свое время сняла и все переработала, остались вот эти зеленые. Я сняла все вплоть до маленьких пуговок, до попырышечек, вообще до крошечных, все-все-все обснимала. Все они у меня лежали в лотке, вызрели абсолютно все. Вызрели абсолютно все, не было никаких потеков, ни трещин, они не текут. Значит, я уже на своем личном опыте убедилась, что у них шкурка плотная, она позволяет им долго храниться. Значит, они идеально подойдут для консервирования. Сейчас прочитаю официальное описание, что вес 40-60 грамм, цвет, когда зеленый, светло-зеленый, потом становится розовым. Ну вот в конце сезона, посмотрите фотографию на, ну как на видео, на начале видео, в конце сезона они превращаются в такие ярко-малиновые. Вот такой яркий-яркий насыщенный цвет, тут у меня лампа дневного цвета и оттенок искажается, а вообще они такого красивого-красивого, ярко-малинового цвета. Форма цилиндрическая такая, вытянутая, как мы их называем, пальчиковая, с чуть заметным носиком и чуть вытянутая вершинка. То есть он не равномерный такой цилиндрический, а вот такой вот чуть-чуть-чуть, но все равно это пальчиковый, очаровательный сорт. Я вот такие сорта люблю, они как куколки, куклята, они долго хранятся обычно все, но этот сорт я не знала, как он долго-недолго будет храниться, я его испытала. Вот вам теперь докладываю, все зеленые прекрасно поспели, вообще не испортились, они начинают не портиться, а подсыхать. И я вчера уже в комментариях писала одной зрительнице, когда она говорила про сумасшедшие вишни Бари, что она тоже долго хранила, некоторые пролежали у нее до апреля, и они начали подсыхать, как изюм. Вот это очень хорошее качество томата, когда он при длительном хранении, вместо того, чтобы загнивать и течь, он начинает подсыхать. Это значит, сорт идеален для хранения. Во-первых, вы знаете, что когда текут, начинают чернеть, из них выделяется вот эта жидкость, это и грязь дома, это и соседей, он остальных может, ну как, спровоцировать на гниение. Но соседей не наших, а соседей томатов своих. И вот если сорт не течет, а подсыхает, это идеальный вариант для хранения. Так что у нас саммит, получается, что будет храниться бесконечно долго и начнет подсыхать, вместо того, чтобы гнить. Так, потом что еще про него сказать? А, ну, томат малокамерный, это пишет производитель, и семян немного. Вот из всего этого вышесказанного можно сделать такой, как вывод, подытожить, что это еще одна вот такая сорт, рабочая лошадка, который невысокий метр, значит, не будет у вас проблем. Ну, некоторые сильно вытягиваются, индетерминатные, и работающим огородникам некогда за ними ухаживать. Невысокий, куст крепкий, плодов много, урожайный, но что самое главное, хорошо хранятся. На дозревании все дозревают идеально, не подвержены гниению. Плотная шкурочка, идеально подходит для консервирования. Все, вот, 4 октября, саммит, у нас вот в таком прекрасном виде, можно хоть на стол, на салат готовить. Это я еще не спускала его в подвал, это просто он хранился у меня в тепле. Мне кажется, если спустить в подвал, он бы и до Нового года долежал, но если спустить не спелые, а в молочной зрелости. Вот дальневосточные гости, открыла мне их Вера Рязанова, большое спасибо. Еще много сортов на будущий год буду я вам рассказывать, потому что это такие же, как сибирские наши, неприхотливые, такие нетребовательные в уходе, растущие, наверное, в любых регионах страны могут вырасти. Но, конечно, вот этот сорт можно порекомендовать жителям дальневосточного региона, потому что выведен он специально для них, для дальневосточников. Все знают, что там климат тоже не подходящий для томатов. Но, как я поняла, что растет прекрасно и в Сибири, а раз он испытан в Сибири, значит, он может расти в любых регионах. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова. Это новый сорт в моей коллекции Summit дальневосточный томат. Продолжение следует...